Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! С вами Инкогнито Татьяна. И сегодня я буду пересаживать свою фиалочку. Так как у нас ещё карантин, цветочные магазины не работают, поэтому я буду пересаживать в те горшки, какие у меня есть. Так как терпеть больше издевательства над своей фиалкой я не намерена. Вот такой набитый горшок. Сколько здесь корней и сколько здесь розеток, неизвестно. Посмотрим, как она жила в этом горшке и как она там в нём мучилась. Ну и если вы думаете, что у меня один такой горшок, вы глубоко заблуждаетесь, потому что с такой же фиалочкой, с таким же сортом, кстати, этот сорт называется жемчужный зефир. Видите, какой? Цветы очень крупные, они полные цветы. И на одном кустике есть и белые, и розовые цветы. И смотрится он просто великолепно. Потерять, конечно, такой сорт очень жалко, поэтому я буду пересаживать свои вот эти вот два горшка. Не знаю, сколько у меня получится горшков, я вам всё покажу. Ну вот, немножко я прижимаю горшок, чтобы освободить фиалочку. И вынимаю горшок. У меня это старая посадка. Здесь ещё пенопласт присутствует внизу в горшке. Сегодня я не буду использовать пенопласт. Немножко прижимаю корешки, чтобы разделить. Вот у меня куст делится на два. Ну и рассмотрим. Вот какой огромный куст. Его нужно омолодить, потому что основание уже твёрдое. Для омоложения нужно снять все нижние листы. И второй куст. Второй куст тоже большой, его можно поделить на несколько кустов. То есть я всё разделю и покажу, сколько у меня получилось кустиков. А для того, чтобы не затягивать видео, я вам покажу вот на одном кустике. Я сейчас снимаю здесь жёлтые листы. И также много листов зелёных нам не нужно. Вот я их снимаю лишние. Вниз горшка я положила керамзит. Слой керамзита. И теперь буду засыпать грунтом. Грунт нужно немножко размягчить. И в центре горшка сделать такое небольшое углубление. В это углубление поставим фиалочку. В центре горшка. Вот так она хорошо помещается. И теперь со всех сторон будем насыпать туда аккуратно грунт. Поворачиваем горшок и насыпаем грунт. Ну, конечно, на листья насыпать не обязательно, как я сделала. Нужно делать всё аккуратно. И так же нужно немножко уплотнить грунт. Вот так вот у меня получилось. Теперь я его полью. Для того, чтобы корни распрямились и не было пустот в горшке, обязательно после посадки нужно полить горшок. Вот так со всех сторон аккуратно поливаю. На листья поливать фиалочку не нужно. После пересадки у меня остались ещё вот такие вот листочки. Зелёненькие, хорошенькие, которые мне выбросить жалко. Я их поставила в воду. Возможно, они мне дадут корешки. И можно будет их потом тоже посадить. Но не всегда такие листочки. Вот такое размножение даёт результат. Иногда листочки загнивают в воде. Но мне это не страшно, так как у меня много таких фиалочек. Если что-то испортится, я их просто выброшу. Ну вот, я пересадила свой жемчужный зефир. Все кустики у меня из трёх горшков. Получилось шесть. Вот такие небольшие горшочки. Даже использовала коробочки от сыра. Вот это самая слабенькая фиалочка. Но ничего страшного. Я думаю, она приживётся. Вот такие кустики. Конечно же, цветы я оборвала, чтобы они приживались получше. Без цветов фиалки быстрее не приживутся. И будут у нас новые цветочки. Вот это самый шикарный куст остался. Надеюсь, что все фиалки приживутся. Не знаю, что мне с ними делать. Кому-то их нужно подарить. Потому что ставить у меня уже некуда. Все подоконники заняты цветами. Ну, на этом у меня всё. Вот такая самая простая посадка фиалок. И она надёжная, уже испытана многими годами. На этом у меня всё. Всем счастья, добра и здоровья. С вами была Инкогнито Татьяна. Всем пока-пока и до новых встреч!